Уважаемые дамы и господа, рад приветствовать вас на шестой московской конференции по международной безопасности. В прошлом году мы обсуждали с представителями оборонных ведомств, политиками и экспертами разных стран угрозы, исходящие от мирового терроризма. Несмотря на то, что эта тема превалирует в дискуссиях самых разных уровней, договориться о координации действий, борьбе с терроризмом, а также принять необходимое решение по его искоренению до сих пор не удалось. Политические разногласия и взаимное недоверие препятствуют консолидации здоровых сил в противостоянии этому мировому злу. Мешает воплотить в жизнь, озвученная президентом России на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, инициативу о создании широкой международной антитеррористической коалиции. В то же время активность банформирования усиливается. Из-под контрольных им районов бегут тысячи мирных жителей. При этом среди беженцев скрывается много боевиков, которые направляются в разные страны для реализации своих преступных планов. Учитывая, что по-прежнему главной угрозой глобальной безопасности остается терроризм, мы посчитали важным вернуться к прошлогодней повестке конференции. Уважаемые коллеги, сегодня передовым рубежом противостояния исламскому государству остается Сирия. Здесь концентрированы основные силы этой организации, и отсюда ведется управление банформированиями. По этому руководствам России было принято решение оказать законному правительству Сирии военную помощь в борьбе с ИГИЛ. После освобождения Алеппо потенциал террористов был существенно подорван. Сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС России продолжают наносить удары по отрядам ИГИЛ и Джибхата Носра. Благодаря Российскому Центру по примирению враждующих сторон руководители полутора тысяч населенных пунктов по всей стране отказались от вооруженной борьбы с правительственными силами. Согласованные действия России, Ирана и Турции, которые выступили гарантами перемирия в Сирии, позволили в рамках Астанинского форума наладить прямой диалог между вооруженной оппозицией и сирийским правительством. Отмечу, что достигнутые договоренности о введении режима прекращения боевых действий в отдельных районах в целом соблюдаются. Помимо этого, совместными усилиями трех стран удалось сдвинуть с мертвой точки решение вопроса о разграничении на местности Джибхата Носры и конструктивной оппозиции. Подчеркну, что год переговоров по этому поводу с представителями прежней американской администрации положительных результатов так и не дал. Сегодня приоритетом работы в Сирии становится политическое урегулирование и возвращение страны к мирной жизни. Здесь необходимо исключить ошибки, допущенные в Афганистане, Ираке, из-за недостаточного внимания международного сообщества к внутриполитическим процессам в этих странах и их восстановлению. Следует разработать комплексную стратегию совместных действий, посвобожденных от бандитов районах. Ее основными элементами должны стать борьба с распространением идеологии ИГИЛ, разработка новой конституции страны, обеспечение потребностей населения путем гуманитарной поддержки и восстановления экономической жизни, разминирование территории. Относительно последнего пункта отмечу, что отряд российского центра гуманитарного разминирования обнаружил и обезвредил практически все взрывоопасные предметы в древней Пальмире. До этого российские и сирийские военнослужащие очистили более тысячи гектаров жилых кварталов в восточной части Алеппо. Однако работы для саперов в стране еще очень и очень много. Надеемся, что служба разминирования Организации Объединенных Наций ЮНМАС в ближайшее время подключится к решению этой проблемы. Предлагаем сформировать коалицию из заинтересованных стран, которые могли бы содействовать разминированию объектов в Сирии. Кроме того, считаем целесообразным создать фонд для финансирования специализированных коммерческих компаний, которые будут привлекаться к подобным работам. Полагаю, что скоординированные действия международных и коммерческих организаций позволят в кратчайшие сроки очистить территорию страны от взрывоопасных пережитков войны. Рассчитываем, что в ходе конференции прозвучат и другие конструктивные предложения. Со своей стороны готовы познакомить коллег с полученным в Сирии опытом организации применения авиации Воздушно-космических сил России. С учетом специфики тактических приемов, используемых террористами. Российское вооружение и военная техника в сложных условиях показали свои высокие боевые возможности. Что касается гуманитарной ситуации в Сирии, то во многих районах иначе как катастрофической ее не назовешь. Российские военные практически ежедневно доставляют туда и распределяют среди населения гуманитарные грузы. Благодарим партнеров, которые откликнулись на наше обращение и выделили гуманитарную помощь для Сирийской Арабской Республики. Российскими военными организовано взаимодействие с региональными отделениями Международного Красного Креста и Организации Объединенных Наций. Это позволяет без политических предпочтений помогать нуждающимся по всей стране. Также местным жителям оказывается медицинская помощь. Более полугода в Алеппо функционируют российские мобильные госпитали. Сыщие 12 тысяч сирийцев получили квалифицированное лечение. Эта работа, безусловно, будет продолжена. Долгое время не оставляем попытки наладить взаимодействие по Сирии с Соединенными Штатами Америки и возглавляемыми ими коалицией. Однако полного понимания пока достичь так и не удалось. В 2015 году подписан меморандум о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, направленный на недопущение конфликтов при действиях авиации. Как вы знаете, его применение было приостановлено Россией после удара американскими крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому Шайрат. Ракетный обстрел оцениваем как грубое нарушение международного права. Кроме того, действия Вашингтона создали угрозы жизни наших военнослужащих, которые ведут в Сирии борьбу с терроризмом. Такие шаги вынуждают нас принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава российской группировки войск. Вместе с тем, если Соединенные Штаты на самом деле нацелены на ликвидацию исламского государства в стране, мы готовы поддержать их усилия. Сегодня распространение ИГИЛ не ограничивается исключительно Сирией и Ираком. На верность исламского государства пресекает вооруженное формирование на обширной территории от Ливии до Западной Африки. Во многом успех террористов объясняется отсутствием результатов стабилизации ситуации в Ливии, где национальная государственность была разрушена коллективными усилиями Запада. Сегодня этот регион требует пристального внимания и поддержки конструктивно ориентированных политических и военных сил. Уважаемые коллеги, в программу шестой московской конференции включена тема европейской безопасности. Ее обсуждение также следует вести в контексте борьбы с международным терроризмом. Совместными действиями всех заинтересованных сторон, включая Россию, необходимо разработать эффективную антитеррористическую стратегию. Однако вместо стремлений к объединению усилий современная Европа культивирует антироссийские фобии, нагнетает страхи и якобы имеющиеся угрозы с Востока. Запугивание населения и подмена понятий искажают реальную ситуацию. Хотел бы подчеркнуть, что действия России по укреплению обороноспособности являются сбалансированной реакцией на расширение Североатлантического альянса, освоение военной инфраструктуры, приграничных с Россией государств, и размещение в них своих воинских контингентов. НАТО – это военно-политический блок, а не общество филателлистов. Он ведет курс на проецирование силы, вовлечение в орбиту своего влияния все новых и новых государств. Последнее решение по приему в Альянс Черногории – прямое тому подтверждение. Военный потенциал Подгорицы близок к нулю. Однако географическое положение позволяет усилить контроль за Балканами. Аналогичное продвижение военной инфраструктуры организации Североатлантического договора происходит в Арктике. На севере Норвегии, в непосредственной близости от российской границы, создан современный полигон, где пока на ротационной основе размещаются НАТОвские контингенты. Деятельность в рамках полицейской авиационной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Прибалтики фактически стала составной частью так называемой зоны ограничения доступа, охватывающей Калининградскую область и восточную часть Балтийского моря. Рассматриваем эти действия НАТО как демонстрацию силового продвижения своих интересов. При обсуждении европейской безопасности неоднократно поднимался вопрос о важности соблюдения договоренностей по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве и на море. Считаем эти соглашения принципиально важными именно сейчас, когда уровень доверия находится на предельно низком уровне. Сожалеем, что инициатива главы Финляндии о полетах военной авиации над Балтикой с включенными транспондерами, поддержанная президентом России, была проигнорирована НАТО. На безопасность в мире влияет продолжающееся наращивание потенциала ПРО в Европе. Болгария, Польша, Румыния, Испания и Норвегия уже вовлечены в практические работы по размещению наземных и морских компонентов противоракетной обороны Соединенных Штатов. В 2017 году исполняется 45 лет подписания договора по ПРО. Несмотря на выход из него в одностороннем порядке Вашингтона, документ до сих пор сохраняет свою актуальность. Решение СССР и Соединенных Штатов Америки заключить договор подтверждает, что развертывание ПРО является дестабилизирующим фактором, понижающим порог применения ядерного оружия. Основополагающий акт «Россия-НАТО», подписанный 20 лет назад, также заставляет задуматься о том, как вернуть к жизни его ключевой тезис. Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников, а нацелены на преодоление остатков прежней конфронтации и соперничества. В последнее время наблюдаем определенные изменения во взглядах Брюсселя на выстраивание отношений с Россией. Сегодня Европа заинтересована в создании основы для движения вперед, восстановлении доверия. В все части раздаются голоса о необходимости возобновления диалога без перспективности санкционного давления. Рассчитываем на конструктивный диалог в ходе конференции. Конкретные предложения по восстановлению взаимодействия были озвучены российскими экспертами в июле прошлого года и остаются в повестке переговоров. Первым шагом к сближению могла бы стать оценка угроз, которая определяет тенденции развития военных доктрин и военного строительства. Готовы обсуждать детали на уровне экспертов слово за Североатлантическим альянсом. Необходимо перестать пугать России самих себя и начать налаживать отношения. Уважаемые дамы и господа, встречи глав военных медомств разных государств в апреле в Москве стали хорошей традицией. Хотел бы поблагодарить вас за то, что нашли возможность принять участие в работе форума. Мы заинтересованы в новых идеях, готовы к открытому обсуждению любых инициатив, которые способствуют укреплению совместной безопасности. Очевидно одно, чтобы справиться со стоящими перед нами задачами по поддержанию мира и стабильности, мы должны определить общие вызовы и угрозы. Сегодня крайне важно договориться о направлениях сотрудничества, опираясь на положительный опыт и учитывая возможные вклады каждого государства. Желаю всем участникам успешной и плодотворной работы. Благодарю за внимание.